Создание 2D игр на языке программирования Python На протяжении нескольких уроков мы изучали библиотеку PyGame, при помощи которой в языке программирования Python создаются 2D игры Тема нашего сегодняшнего урока – программирование условий Сегодня на уроке мы научимся реализовывать алгоритм подсчета результатов игры Итак, подсчет результатов игры Как нам проверить, что игрок побил свое рекордное количество очков, что у него больше нет жизненных очков Как узнать, что у него есть ключ для того, чтобы открыть двери или нет Оператор EVE – то, что нам нужно Также он известен как условный оператор Условный оператор позволяет компьютеру принимать решения Тепло ли снаружи, достиг ли космический корабль предела экрана, было ли выведено со счета слишком много денег Программа может проверять эти условия с помощью оператора IF Для этого используем атрибут SCORE Условная инструкция в Python имеет следующий синтаксис Вспомним его Блок инструкции 1 будет выполнен, если условие истинно Если условие ложно, будет выполнен блок инструкции 2 Как правило, в качестве проверяемого условия используется результат вычисления одного из следующих операторов сравнения Меньше, если условие верно, если первый оператор меньше второго Больше, условие верно, если первый оператор больше второго Меньше либо равно Больше либо равно Равенство Обратите внимание, что оно задается двумя знаками равно, чтобы не путать операцию присваивания с операцией сравнения Не равно Восклицательный знак равно В язык Python встроена возможность множественного ветвления На одном уровне вложности, который реализуется при помощи веток l-if Посмотрите, как реализуется множественное ветвление на языке Python If условие блок инструкции l-if условие блок инструкции l-if условие блок инструкции else блок инструкции Иногда в одном логическом операторе необходимо проверить несколько условий Для этого их можно объединить при помощи оператора and, то есть логического и или оператора or, или логического или Посмотрите пример данного логического оператора Если остаток отделения на 10 переменной a равен 0 или остаток отделения на 10 переменной b равен 0 тогда выполнять какие-то команды Выполним несколько заданий Чему равно значение переменной s после выполнения следующего фрагмента программы? Узнаем правильный ответ Действительно, переменная s равна минус 50 Выполним еще одно задание Посмотрите внимательно на фрагмент программы Чему равно значение переменной s после его выполнения? Посмотрим, как ты справился с данным заданием Правильный ответ 11 Продолжим тему нашего урока Введение счета игрока простая задача Объявим переменную Назовем ее score И добавим ее в класс создания персонажа Посчитаем количество прыжков, совершенное нашим персонажем При каждом прыжке переменную score будем увеличивать на единицу У нас есть переменная, в которой записывается значение нашего счета Теперь наша задача вывести ее на экран Эта задача немного сложнее Делается это в несколько этапов Если вы планируете выводить текст не один раз То есть смысл создать функцию, которая будет называться drawText Посмотрите параметры данной функции Serve Это поверхность, на которой будет выведен наш текст Параметр текст Это строка, которую нужно будет отображать И параметры x и y То есть координаты или положения нашего текста Теперь нужно выбрать шрифт Проблема может возникнуть, если шрифт не установлен на вашем компьютере Решить это можно при помощи функции matchFont Которая ищет наиболее подходящий шрифт в вашей системе Посмотрите пример функции drawText Отрисовка текста на экране Это фактически вычисление необходимой структуры пикселей В компьютерной графике это называется рендерингом За это будет отвечать функция render В функции есть неизвестный параметр true, который отвечает за включение и отключение сглаживания Что такое сглаживание? Если вы когда-нибудь пытались нарисовать что-нибудь пикселями Или, например, блоками в игре Minecraft То знаете, насколько сложно изображать изогнутые линии на квадратной сетке Максимум, что выходит, это зубчатая форма Такая зубчатая форма называется алиосингом Сглаживание или анти-алиосинг Это то, как современные компьютеры работают с текстом Чтобы он не был настолько зубчатым Это происходит с помощью смешивания пикселей с фоном на границе объектов В уменьшенном масштабе такой шрифт выглядит чисто и аккуратно Теперь можно показывать счет на экране Нужно лишь добавить его в раздел отрисовки в верхней части экрана по центру Посмотрите, пожалуйста За это отвечает функция drawText Она добавляет наш текст на экран Что мы добавим? Слово jumps К нему добавим наш результат То есть значение переменной score Размер нашего шрифта установим 48 Разместим наш текст по центру экрана Для этого параметр screenWiz разделим на 2 Посмотрим, как реализовать подсчет очков в нашей игре Реализуем подсчет результатов в нашей игре Для этого в нашу программу добавим следующие команды Задание цвета переменного white Задание шрифта переменная fontName Функция drawText для прорисовки нашего текста В класс создания 5 персонажа добавим переменную score Приравняем ее к нулю В функцию совершения прыжков добавим увеличение нашей переменной score на единицу А также в блок прорисовки добавим функцию drawText Где выведем на экран Слово jumps Плюс Значение переменной score С 48 шрифтом Разместим наш текст в середине нашего экрана Посмотрим Как будет работать наша программа Действительно В середине нашего экрана появилось слово jumps И значение переменной score Сейчас оно равно нулю Попробуем совершить несколько прыжков Действительно Каждый прыжок изменяет переменную score на единицу И отображает ее на экране Попробуйте реализовать еще Какие-либо результаты в этой игре Это наш последний урок В котором мы изучаем библиотеку PyGame Вспомним основные моменты данной библиотеки Выполним несколько заданий Итак Библиотека PyGame содержит Звуковые модули Специальную графику Математические функции И функции для 3D графики Обратите внимание В данном вопросе Могут быть несколько правильных ответов Проверим Как ты справился с данным заданием Действительно Библиотека PyGame содержит Звуковые модули И специальную графику Следующее задание В команде PyGameDisplaySetMode Метод SetMode задает Заголовок окна Размеры окна Подключает модуль звука Запускает PyGame Посмотрим правильный ответ Действительно Метод SetMode Задает размеры окна Еще одно задание Каким цветом Закрасится окно программы Посмотрите внимательно Посмотрите внимательно На фрагмент кода Черным Красным Белым Или зеленым Узнаем правильный ответ Действительно Окно окна Закрасится белым цветом За это отвечает Кортеж Black Так с параметрами 255 255 255 Еще одно задание После команды RectY Уменьшить на 10 Прямоугольник спрайта Переместиться влево Переместиться вправо Переместиться вверх Или переместиться вниз Правильный ответ Переместиться вверх Действительно При уменьшении Координаты Y Наш прямоугольник Перемещается вверх Выполним еще одно задание После двух нажатий Кнопки B И одного нажатия Кнопки A Переменная X Будет равна 30 30 50 40 230 Посмотрите Внимательно На фрагмент Кода Узнаем правильный ответ Действительно Переменная X Будет равна 230 Почему? При двух нажатиях Клавиши B Каждый раз К переменной X Которая имела Первоначальное значение 3 Будет добавлено 10 После этого Переменная Станет Равная 23 Далее Произведут Одно нажатие Клавиши A При этом Нажатии Переменная X Домножится На 10 23 Умножаем На 10 230 Итак Этим уроком Мы закончили Изучать Раздел Создание 2D Игр На языке Программирования Python В рамках Которого Мы изучили Библиотеку PyGame Мы научились Создавать Шаблон игры Заливать Наше окно Сплошным цветом Добавлять Персонажа Загружать Картинку Для нашего Персонажа Анимировать Персонаж Создавать Игры По готовому Сценарию И реализовывать Подсчет Результатов Надеюсь Ты продолжишь Программировать 2D Игры До новых встреч Продолжение следует